Мы пытаемся поставить своего ребенка на ноги. Громкоговорители плакаты. Митинг в защиту прав детей инвалидов проходил в одном из скверов поселка Дербышки. Елена Петрова на такой митинг приходит не в первый раз. Она многодетная мать, один из детей с ограниченными возможностями. Женщина уже устала спорить с комитетом по транспорту. Дело в том, что у нее две проездных карты на ребенка и на себя, как на сопровождающее лицо. Когда она едет в общественном транспорте без сына, ее заставляют платить за проезд. Ехала назад, просто стояли полчаса в автобусе в 45-м, оскорбляли меня также, позвонила, никаких результатов. Женщина совместно с другими матерями детей с ограниченными возможностями отправляла письмо в Министерство транспорта, чтобы прояснить ситуацию. В указанном вами случае присутствие ребенка-инвалида при проезде на общественном транспорте законодательством не регламентировано. И вы вправе воспользоваться льготной транспортной картой при оплате проезда. В феврале этого года мы обращались в городской комитет по транспорту на официальный запрос. Там ответили ссылкой на пятый пункт постановления Кабмина. Однако в нем ни слова не сказано о том, что проезд сопровождающего лица без ребенка с ограниченными возможностями должен быть оплачен. Приезжает автобус, ты просишь открыть себе пандус. Они говорят, не знаем, он у нас, наверное, не работает. Мы им никогда не пользовались. Огромные претензии к доступной среде. Как рассказал нам один из людей с ограниченными возможностями, ни водители, ни кондукторы красных автобусов зачастую не знают, как пользоваться пандусами. И до сих пор не работают подъемные механизмы в подземных и надземных переходах. Многие пандусы и вовсе сделаны не по ГОСТу. Звучали претензии по качеству образования и обеспечению лекарственными препаратами. До сих пор нет классов седьмого вида для детей-инвалидов. Систематически идет нарушение федерального закона по обеспечению санаторно-курортным лечением. То есть наши дети вынуждены стоять в очереди. Такие митинги проходят раз в год и не только в Казани. В начале мая они прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня казанцев больше всего волновал один вопрос. Почему никто из официальных лиц и чиновников даже не удосужился прийти на встречу с ними и не попытался найти общий язык? Люди надеются, что с помощью этого митинга удастся привлечь внимание руководство города и республики. Что кто-нибудь вступит с ними в диалог и окажет хоть какую-нибудь поддержку. Артем Логвинов и Роман Фенин. Целеканал Эфир.